Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я хочу начать одну резонансную, очень резонансную тему. Начну я ее крайне, максимально корректно, потому что она полностью противоречит тем социальным убеждениям, тем нормам, которые приняты в нашем обществе. И меня можно обвинить в бессердечности, в глупости, в чем угодно. Это ваше право, это ваш резонанс. Я бы все-таки работала с резонансом. А начну просто с жизни. Вот смотрите, замечали ли вы, когда, например, живет обычная семья, возьмем алкоголизм, да, жена, муж, муж-алкоголик, и вот у них определенного рода складываются отношения, и в определенный момент мужик начинает пить, она его начинает гонять, он начинает оправдываться, потом начинается рукоприкладство, и все по обычным схемам, милиция, и пошло-пошло, он продолжает спиваться. Она считает, что он ей всю жизнь испортил, и он виноват в том, что вот она такая, потому что она еще и тумаков периодически получает. И вот, предположим, благополучно доходит до того, что муж уезжает на кладбище, да, но успелся, отравление не спасли. И в этой семье растет сын. Отец ушел, а сын продолжил его дело. И говорят, что алкоголизм – это наследственная болезнь, что вот он пошел в отца и так далее. А мать – она жертва несчастная. Замечали, да? Если матери при этом сказать, что лечение надо начать с нее, то очень редкие люди, которые это осознают. Очень редкие люди. Но мы сейчас говорили про алкоголизм. Там хотя бы существует понятие «созависимые отношения». Я не просто так, мягко стелю. Там хотя бы существует понятие «созависимые отношения». А возьмем, например, семью. Муж и жена. Вот он был здоров, прекрасен, молод, красив. Я все время говорю, на самом деле роли им могут меняться, потому что половые признаки здесь не имеют никакого значения. Имеют значение драйвера, которые стоят в голове. И я потом немножко наброшу, как это происходит именно в голове у человека. Сегодня просто подумать наброшу. Живет муж и жена, все хорошо, здорово, здорово. Потом раз, и у него онкология. Чаще у нее онкология. Онкология, онкология, неважно чего. И благополучно в молодом, красивом возрасте, в расцвете лет она провожает его на кладбище. И самое интересное, что когда он болен, социум, который приходит к нему в ответки, который помогает ему справиться с болезнями, который звонит врачам и говорит, вот, нам же надо помощь, и так далее. Онкология приглашает целителей. Вот этот самый социум, он уже похоронил его в своем сознании. Когда мне сейчас скажут, нет, 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 я могу даже привести пример, когда место на кладбище было забронировано еще при жизни человека. Оговорено заранее. У меня много примеров. Дело в том, что я не первый год это наблюдаю. Я считала, что это мой бред. Но чем дальше я углубляюсь в тему, тем больше я не могу молчать на нее, об этих всех вещах. Они очень неоднозначны. Для того, чтобы различать, в какой семье что происходит, надо видеть. Видеть энергообмен. Но не просто так. В экстрасенсорике, в эзотерике существует понятие черная вдова, да? Сколько возле этой женщины не будет мужиков, она все равно их всех перехоронит. Не важно от чего. А происходит вот такая штука. На самом деле это не значит, что человек плохой. У всех у них есть дисбаланс эго. Причем как в одну сторону, так и в другую сторону. В одном случае у лица, который подавляется, и который заболевает, и который отправляется на кладбище, сносятся какие-то программы. Они просто удаляются блоками из эго. Каждый раз разное, в зависимости от заболевания. И ровно эти же программы становятся доминантными и приоритетными в эго другого человека. То есть такой синхронизм выходит. Перекос. И получается, как бы у одного человека удалили, грубо говоря, кишечник, и он пользуется кишечником другого человека. Я утрирую, но так оно происходит. И вот в жизни оно так и идет. То есть у одного человека часть программ отсутствует, но за пользование этими драйверами, этими программами, этими личностными особенностями, чертами характера, привычками, убеждениями, словесными проговорами и так далее, командами, за то, что он пользуется сознанием другого человека, с него берется плата, энергия. Вот он ей расплачивается, поэтому он заболевает, поэтому он спивается, поэтому, поэтому, поэтому. Алкоглизм – это тоже болезнь, тоже нарушение энергообмена, кстати. И вот, когда видишь вот эти жесткие нарушения, это бывает между матерями, сыновьями, там, матерями, дочерьми. Вы видели, наверное, семьи, там, где мать умудрялась испортить жизнь своей дочери так, что, ну, хоть повесится. Я наблюдаю вот за этими вещами, когда видишь нарушения вот этих вот структур энергетических, и видишь, когда… Это можно изменить. То есть, грубо говоря, у одного не хватает драйверов, да, а у другого в избытке. Я не так давно задалась вопросом, карма ли это? На самом деле в основе есть травматизм, травматизм, который помог снести это программное обеспечение. Зачастую этот травматизм уже при совместной жизни. А вот так, чтобы, грубо говоря, карма, вот когда карма, понимаете, то как-то в балансе люди отрабатывают ее, и у них с программами, с эго, вот с этими структурами, там таких балансов нету, нету таких жестких балансов. Нету такого, чтобы человек один был жестким паразитом. А если это приобретенное в процессе жизни, да, и нарабатывается на новую карму, да, это потом будет основой следующей кармы. Вот тогда, да, тогда вот эти дисбалансы. И вот, знаете, в нашем обществе сейчас это происходит и направо, и налево. Вот гармоничные отношения, когда по карме нормально, люди прожили жизнь вместе, дедушка, бабушка, она там его досматривает перед смертью, все красиво, и она отрабатывает где-то свои кармические вопросы, он свои кармические вопросы, но вот как-то оно в балансе и сходит на нет. И тогда эти люди не бегают по окружающим, не просят помощи, ничего, они просто смирились, приняли, приняли, что это их карма, доживают так свою жизнь, у них все в гармонии, все в балансе, все спокойно. А вот первый признак, который я заметила, и возможно, я сейчас его выдаю в люди, мне сейчас вообще взрыв эмоций такой, это когда, чаще всего это все-таки, когда в участии принимают в игре один из участников, молот, да, относительно хотя бы молот. Вот, и плюс есть такое, что второе лицо, именно лицо паразит, оно умудряется еще от вампирить кучу людей в округе, дабы это дело сбалансировать. Невероятные вещи. И вы знаете, с точки зрения бессознательного это выглядит по нарушениям энергообмена просто страшно. Когда такому человеку говоришь, возьми, отработай радикальное прощение, вы думаете, он отработает? Никогда в жизни. Когда такому человеку говоришь, обратись к психотерапевту, у тебя созависимое отношение сейчас. Зачем ты это делаешь? Зачем ты убиваешь его или ее? То человек начинает кричать, нервничать, наживаешь себе врага. А на самом деле, глядя на энергообмен этого человека, хочется выругаться аматом. Просто выругаться, потому что понимаешь, что, блин, там мало того, что нет мозга, там есть жесткий вампиризм. По сути дела, это вот такая присоска энергетическая, которая куда присосется, там высосет жизнь. Я сейчас остановлюсь, потому что, если я начну раскладывать глубже, то меня могут заблокировать. А я этого не хочу, господа, потому что очень жесткие противоречия потом пойдут с социальными нормами и представлениями. С вами была я на сегодня, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова